почему именно в израиль бог привел авраама эта земля имеет особую духовность особую связь со всевышним и поэтому бог привел авраам да именно сюда он привел и в рейский народ когда вывел из египта но тору обратите внимание тору он дал не не в пустыне он не в израиле да именно тора была дарова на где в пустыне не в египте не в израиле на кого-то красивая там горе херман да а именно в пустыне место которое называется эфтер эфтер это ничьё пустыня никому не принадлежит пустыня это место в котором в котором нет жизни давние нет жизни в ней нельзя выжить именно там он дал тору что каждый может прийти тору может получить любой человек это очень важная такая вещь что тора она принадлежит всему миру до тора была в начале мира то есть тора была эта идея по которой бог создавал мир не был создан мир а потом тора вначале было тора а потом по торе был создан мир представляете вот но соблюдать тору и связь со всевышним наиболее сильное в этом мире в двух местах самая сильная связь в этом мире со всевышним это израиль храмовая гора там где стоял храм то есть это иерусалим храмовая гора это самое такое место где самая прямо с мощная сильная связь со всевышним и второе место второе место знаете где Это там, где вы учите Тору и молитесь Всевышнему То есть Всевышний сказал в Торе В каждом месте, в котором ты упомянешь мое имя Приду к тебе и благословлю тебя Так сказал Всевышний прямо в Торе Поэтому тот, кто учит Тору Прямо конкретно изучает Тору с намерением Во имя небес То есть во имя Торы, во имя соединения со Всевышним Тот, кто молится от всего сердца и разговаривает со Всевышним Тому, конечно, в этот момент Всевышний приходит и благословляет его Что, в общем-то, мы через платформу Вайкра и добиваемся Чтобы Вайкра и возвал Бог к Моше Моше через Тору возвал ко всем нас И мы, когда учим Тору, то мы соединяемся этим со Всевышним Значит, сегодня урок будет у нас Лилу Нишама Для поднятия души Саня Его еврейское имя было Самуэль, наверное, да? Его всю жизнь назвали Саней Это мой дальний родственник Двёродный брат моей мамы Он вчера умер в Харькове И, значит, вот, в молодом достаточном возрасте Этот урок Лилу Нишама Папу вызвали Даниэль Значит, Саня Бен Даниэль Бен Маня Маня назвали его маму Это была родная сестра моей бабушки И, значит, вот он ушёл Ушёл он туда И сейчас мы ему даём духовную силу Как, знаете, как воздушный шар Который поднимается, поднимается Поднимается И туда, бах, сейчас пошла сила Кстати, интересно, что Очень красиво описал вот эту вот идею поднятия души Очень красиво написал Описал её в художественной такой форме Бернард Вербер Есть такая книга, называется Империя ангелов Империя ангелов И в этой книге В Империи ангелов Рассказывается о том, как душа проходит 7 уровней И как потом идёт почёт Сколько у него есть за жизнь заповедей Сколько у него есть добрых дел И в итоге душа Или у неё хватает вот этой подъёмной силы Для того, чтобы уйти уже в рай То, что называется Или душа туда поднимается В рай Или она опускается в этот мир снова И как говорил царь Соломон В экклезиасте, в Каэлите Он говорит Прославляю я, говорит, мёртвых больше, чем живых Мёртвым, говорит, полегче Они уже не мучаются, чем живые Которые живут здесь, в этом мире В очень сложных условиях Мы-то в хороших живём Я надеюсь, да? Большинство Но раньше люди жили в очень тяжёлых Царь Соломон говорит Тем, кто умер Им лучше, чем живым А лучше всех, он говорит Знаете кому? Тем, кто не пришёл сюда Этим, говорит, вообще хорошо Тем душам Которые не зашли в этот тренинговый зал Который называется Этот мир Им вообще хорошо Он говорит Это им повезло Так вот, чтобы дойти до вот этой точки Когда у тебя хватает подъёмной силы Чтобы сюда больше не возвращаться Это и есть смысл вот этой жизни Прохождения этого жизненного путя Которые этот смысл понимают, кстати, многие Я как-то спрашивал Его зовут Илюмжинов Тирсан Илюмжинов, по-моему, его звали Значит, Тирсан Илюмжинов Я ему говорю А скажите, почему вы построили там Он строил буддистские храмы Православные храмы, мечети Я говорю А почему вы синагогния не строите? Он говорит Я построил Почему? Он говорит Я все построил Я, говорит, все По всем, говорит В этой самой В Элисте Я построил и синагогу тоже Ладно, я ему говорю А какой ваш смысл жизни? Я тогда как раз был в кризисе среднего возраста Искал смысл жизни Мы уже было за 50 А мне было тогда 40 Я спрашиваю Ну а какой смысл жизни? Почему вы так активно продолжаете работать Там все А он мне говорит Я, говорит, не хочу больше сюда возвращаться Я должен за жизненный путь На 100% реализовать свой потенциал Во всех сферах Да Чтобы уже мне говорить Я сюда больше не хочу Хочу уже уйти из этого мира В туда И он поэтому Так как он точно не знает Что надо делать Так он делает все А мы-то точно знаем Потому что мы изучаем Тору И так, значит Сегодня здесь Сегодня здесь у нас в Торе Мы дошли Глава Насо Насо И Рассказывается нам очень интересная Очень интересная вещь Вот пересчитали левитов Говорили мы о святости О большой святости И тут Тора переходит На следующую ступеньку Не на следующую ступеньку Уже выше нет ступеньки То есть святость В которой было колено леве Уже дальше некуда А Теперь, значит Давайте посмотрим Тут говорится про женщину Дальше вдруг Начинается история Начинается история так История такая Сейчас Вот 12 отрывок Начинается с Таких слов сегодняшних Да Если Значит 12 Вот он И сказал Бог К Маше Обратился Бог К Маше Говоря Скажи сынам Израиля И скажи им Человек-человек Если его Жена Собьется с пути И проявит К нему неверность Вдруг рассказывается Такая история Что То мы говорили О святости Святости И левиты Это были Самое святое колено Которое священнике Которое было Прямо в народе Израиля И тут вдруг Говорится Про жену Которая изменила мужу Какая связь Связь очень большая Взаимоотношения Между человеком И Богом Между Богом И вредским народом Они уподобляются Взаимоотношениям Муж-жена Это похоже Как Как они соединяются В одно целое И тут вдруг Неверность Вся книга Притчи царя Соломонов Описывает Какую-то постоянно Блудливую женщину Которая Вот она Иша-зара И с ней не соединяйся С этой блудливой женщиной Все То есть идет Такой очень Постоянное сравнение Честной жены И нечестной И вот здесь Вот эта вот Нечестная жена Она Метафора На человека Который Вместо того Чтобы честно Служить Всевышнему И идти по заповедям Делать добро Не делать зло Получать от Всевышнего Деньги И десятую часть Отдавать Тем кому надо Отдавать Тем кто нуждается То есть вместо того Чтобы быть честным Люди начинают искать Вот такие вот Какие-то Способы Вот так вот Они как уже Выкручиваются Лишь мне делать Что Бог сказал А делать то Что хочется И женщина Которая мужу изменяет Она Почему мужа Она изменяет Чисто по своей Натуре Вот такой вот Животной Да Что с ней надо делать Тут говорится Нам закон Тут говорится Нам закон Такой Что Значит Если она Сейчас То есть Если она ему изменила Это известно И понятно То ее убивают Просто по Торе Смертная казнь Ей и тому Кто с ней Был Если муж И жена Значит Неверная жена Ее надо убить Но для этого Должно было быть Двое свидетелей Которые видели Как это все происходит Такое редко бывает Да Обычно Когда Когда это происходит Жена становится Запрещена мужу Доказать сложно И они не живут вместе Значит Но если вдруг Есть ситуация Когда На него находит Дух ревности То есть Он ревнует И Значит Видели Что она с кем-то Там была В закрытой комнате Например Там Час Где-то Да И муж еще Предупреждал Чтобы она с этим Не закрывалась Нет доказательств И он Не понимает Или же Все-таки Это ревность Или же Это правда Или то Или то Всевышний В Торе Предусмотрел Специальную процедуру Которая Определяет Или она ему Изменяла Или нет Представляете Отсюда Отсюда Учится Насколько Всего С нему Важен Брак Между Мужчиной И женщиной Насколько Ему важны Эти отношения Что он Даже Разрешает Стереть Свое Имя Чтобы Выяснить Или она Изменила Или нет Потому что Если она Оказалось Что она Изменила То она Умирает Тогда Выпив эту воду Специально Тут рассказывается Как сделать Специальная Процедура При которой Пишется Специальное Проклятие Берется С пола Храма Пыль Смешивается Потом Стирается Это все Имя Всевышнего И Святой Клятве И она Ее спрашивает Ты изменяла Или нет Если ты изменяла И ты выпиваешь Эту воду Ты умрешь Если ты не изменяла Ты выпьешь Эту воду Ты не умрешь Наоборот Будет на тебе Благословение Все Если она Выпивала Эту воду То у нее Или она Тут же На месте Умирала Психосоматика То есть у нее Там вздувался Живот Она в общем Начинала Ну прям Пухнут на глазах И умирала А если она Не изменяла То что Тогда она Значит Все нормально Возвращается К мужу И у нее Начинается Благословение При родах То есть у нее Начинается благословение Если у нее Не было детей Она начинает Рожать Если были дети Какие-то у нее Рожаются дети Сверх Красивые Сверхспособные И легкие Очень роды Описывается Вся вот это Вот Вся вот эта Процедура Описывается Представляете Теперь Заканчивается Эта история С женщиной Которая Есть даже Целый трактат Талмуда Настолько там Очень много Нюансов И Что целый Трактат Талмуда Разбирает полностью Вот эту всю Процедуру Эта женщина Подозреваемая В супружеской измене Но не Изменившая Тут я смотрю Много комментариев Которые на эту тему Да Значит Хорошо Теперь дальше Мы идем Дальше Рассказывается История После этого Про Назира Назир Это человек Который берет На себя Берет на себя Обед Не стричь волосы Не пить вино То есть он становится Более святой Более святой Чем обычные люди Берет на себя Ограничения В святости Как Посвященный Всевышнему Назир Значит он такой Прямо Не отшельник Типа монах Можно сказать Чтобы нам Понятным было языком И рассказывается Про этого Назира Вот сегодня у нас Такие Отрывки Очень непонятные Про женщину Которая изменила И про Как ее Может быть изменила И про Назира Теперь Зачем рассказывается Про Назира То есть нам даются Две крайности Если ушел Человек в сторону Своего животного Такого Состояния То есть все вот эти Вот измены Все это Это же в принципе По большому счету Это просто Следование Своему животному Инстинкту Вот это то что Все рассказывают Там какие-то истории Ромео Джульетта Там любовь И так далее Это все Такая внешняя оболочка Красивая упаковка Для реализации Своей животной сущности Потому что Если у них такая любовь Зачем им друг друга Органы засовывать Пускай они просто Любят друг друга Там стихи Друг другу читают Все То есть в принципе Когда рассказывают Вот эти красивые Истории про любовь А по факту Все заканчивается Тем что они Ну там Как случаются Да У них Случка Случилась Случка Да это называется У животных То Значит понятно Это был просто инстинкт Такой животный инстинкт Это как бы первое Нам рассказали Про эту женщину Которая Подозревала В супружеской Измене Вторая история Нам рассказывается Прямо Противоположная Знаете как Есть вот Золотая середина И есть край Который идет В сторону Животного В сторону зла И есть край Который идет В сторону Большой святости И тут нам Рассказывается История про Назира Который более Святой Чем Обычные люди И тут Я читал Очень красивое Объяснение Вчера Вообще Уникальное Объяснение Про Назира Про женщину Там не было Раф Джонатан Сакс Он говорит А про Назира Зачем А вот представьте Ситуацию Например Там Андрей Слесарчук Он Он Решил Быть святым Решил Прям Полностью Посвятить себя Служению Всевышнему Приходит он В евреиский народ Значит Если он не еврей Допустим Да И говорит Вот я слышал Что Бог сказал Что вы народ священником Хочу стать евреем Ему говорят Два года Тебе надо учиться Чтобы пройти Ди-юр Все соблюдать Взять на себя Все там Миллионы ограничений Всего Согласен Он говорит Ну а согласен А чего ж Если я хочу Присоединиться Ко Всевышнему Так понятно Что это не просто Так делается Два года Он Значит Ходил По Его В иудаизме Ди-юр Наоборот Как бы Вот Все отталкивают Такого человека Который хочет Прийти в Ди-юр Иудаизм Это не миссионерская Религия Как Рассказывает Что В Нью-Йорке Сидит один Черный Афроамериканец Сидит значит Читает газету Наидыше И стоит такой Еврей Дедушка старичок Говорит Говорит Тебе одного Несчастья мало Что ты черный Так ты еще Евреем Хочешь стать Газету наидыше Читаешь Зачем тебе Эти несчастья В жизни То есть Подход такой Что Если ты уже Родился евреем Так родился Обязан соблюдать А если нет Так лучше не надо И чтобы пройти Дьюр Это нужно пройти Через все Вот эти вот Ограничения Все тебя Отталкивают Говорят Не надо Но потом Когда ты уже Прошел То 36 раз В истории Написано Что надо Любить Гера Надо любить Пришельца Но чтобы Стать этим Пришельцем Нужно пройти Очень большие Сложности Теперь допустим Стал он Кто-то стал Евреем Значит Все Стал он Соблюдает Шаббат Соблюдает Все заповеди Учится в Ешиве Вот Пейса отпустил Бороду Десять детей У него А он Думает А что не могу Быть священником Я хочу быть Коином Я хочу быть Коином Хочу приносить Жертвоприношения Хочу быть более Святым Чем просто Это евреем То есть У евреев У евреев Тоже Есть Коины Коином Которые Священники Только они Могли в храм Заходить И они Могли Жертвы Приносить И значит А если хочет Еврей быть Святым Таким Это Следующая У нас Будет Одна из глав Корах Называется Корах Сделал восстание Против Машера Бейну Против Моисея Под лозунгом Мы все Святые Сказал он Мы все Стояли на горе Синай С нами Со всеми Бог разговаривал Почему это Ты выделил Аарона Брата своего Ты выделил Что он Священник А мы Что Мы тоже Все хотим Быть священниками И к нему Кораху Присоединились Колено Рувена Несколько 250 человек Присоединилось Которые Тоже Возмущались Мы все Святые Хотим Мы все Быть святыми И Получается Что Если бы Не было Дополнительной Возможности Подняться Еще на более Высокий Уровень Святости Тогда Постоянно Находились Люди Которые В народе Израиля Которые Говорили Из зависти А потом Из ненависти А почему Это вы что Святые Что ли А мы Не согласны Так Всевышний Как он Красиво Предусмотрел Он дал Возможность Ты хочешь Больший Уровень Святости Будь Назиром Пожалуйста Будь Назиром Шимшон Был Назир Шмуэль Был Назир Очень Много Было Великих Которые Шли Еще Ближе Ко Всевышнему Они Не были Коинами Священниками Но Они Были Назирами Они Брали На себя Дополнительные Обеты Святости Которые Их Позволяли Им Идти На следующую Ступень Близости Со Всевышним Но При этом Они Не были Коинами То есть Это Была Дополнительная Возможность Как Стать Святым Теперь Про Женщину Он Ничего Не писал Я Про Женщину Много Объяснений Но Именно Не Раф Джонатан Сакс Все Давайте Подведем Итог Что Есть У Человека Возможность Быть В золотой Середине Быть Честным Со Всевышним Есть У Человека Возможность Идти На поводу Своей Животной Натуры И Дойти До Беспорядочных Половых Связей Которые Плохо Заканчиваются Реально Они Плохо Заканчиваются Для всех Участников Беспорядочных Половых Связей То есть Тут Нет Нет Вариантов Во-первых Это Венерические Заболевания Страшные Во-вторых Это Сейчас Спит Ходит Спит Значит Я помню Очень у меня был Случай в жизни Я работаю Как тренер Бизнес-тренер Я когда-то Проводил тренинг И Я женат Я все соблюдаю И тут смотрю Такая красивая Девушка На тренинге Просто Ну невероятно И она Значит Подходит Ко мне Причем такая Вообще Очень хороший Тренер по фитнесу Она была И значит Она подходит Ко мне Говорит У меня к вам Есть личный вопрос А Тора Запрещает Мужчине Уединяться С женщиной Чтобы Потом оно Дальше Куда-то Не пошло Запрещено То есть Нельзя трогать Нельзя уединяться Я говорю Ну то Вот При всех Она У меня только Вопрос Я лично хочу задать Я говорю Ладно Мы отошли Но было на виду Чтобы люди видели Значит И она мне говорит Вы знаете У меня Говорит Такая ситуация Я Говорит Больна Спидом Вот мне Рассказывать Об этом Или не Рассказывать Тренер Он же Вначале Должен Рассказать О себе И он Должен Рассказать О себе Кто он Что он И она Говорит Вот у меня Вот такой Вопрос Значит Мне Рассказывать Что у меня Спид Или нет Я думаю Вот мне Как Всевышний Да Показывает Что Насколько Вот этот Вот Момент Когда тебя Блуждаешь Влеком И сердцем И глазами То Там Может быть Такая После этого Яма Которая Оказалось Что Она в 17 лет Встречалась С каким-то Наркоманом И этот Наркоман Ее Заразил Заразил Представляете Она После этого Она Хорошая Порядочная Девушка Фитнес Инструктор Но ей Там То есть Спид Он не Лечится И люди В любой Момент Они Могут Не дай Бог Умереть И могут Передать Это Кому-то Другому Поэтому Не дай Бог Человек Должен Жениться И выстроить Свои отношения С женой И Прямо Конкретно Очень сильно В этом В этом деле Быть Очень Осторожным Потому что Очень много Там есть Подводных Камней Хорошо Дорогие Друзья Теперь Значит Двигаемся Дальше Мишлей Притча Царя Соломона Притча Царя Соломона Начинаем Сегодня 24 Глава И 24 Глава Она Прямо Вообще Описывает Ну С моей точки зрения Это прям Политинформация Целая Вот Кто хочет Понять Политическую Ситуацию Сегодня Да Война Там Очень много Споров Особенно Было первое Время Прямо В семьях Многие люди Прямо До развода Доходило Каждый Какую-то Сторону Принимал И так Далее Значит Эта Глава Она Как раз Очень Дает Много Ответа На вопрос Как Относиться К этой Ко всей Ситуации К войне К тому Что происходит Значит Я Ну естественно Что я возьму Несколько всего Отрывков Но вам советую Книгу Эту Приобрести Значит В Израиле Она Есть В Вене Сейчас Есть Мы напишем Прямо Сегодня Разошлем В Вене Вот там Где я выступал У них Будут все время Находиться Книги И можно Приехать И эти Книги Получить Пожертвовав На ту общину На ту общину Или на Вейкру 30 евро Можно получить Книгу В подарок Но эти книги Не продаем А все деньги Которые Мы их даем Тем Кто помогает Распространению Торы Мы даем Книге В подарок Поэтому 30 евро Это не цена За книгу Это Ваш вклад В распространение Торы А книга Вам в подарок И вот здесь Значит Есть Я выбрал Буквально Несколько Отрывков Которые Которые Мы сегодня Разберем Да Значит Первый Отрывок Вот такой Вот Да Так Сейчас Вот Например Вот такой вот Отрывок Здесь есть И тропит Объем Цара Цар Кохеха Если ты Ослабился В день Когда У кого-то Есть Страдания И сказал Нету У меня Сил Да Нету У меня Сил Значит Если ты Не спасал Тех Кого Взяли На смерть И ты Воздерживался Значит От того Чтобы Защитить Тех Которые Были Обречены На убийство Сказал Ну Нету У меня Сил Ты Не Заступался За Слабых Значит То Что И Если Ты Скажешь Потом Да Я Не Знал Я Не Знал Если Ты Скажешь То Если Ты Сказал Нету У меня Сил Остановить Убийство Если Ты Сказал Нету У меня Сил Значит Я Вообще Ничего Моя Хата С края Никого Не Знаю Другими Словами То Знает Проверяет Сердце Бог Он Знает Что У тебя В сердце Знаешь Ты Или Не Знаешь Есть У тебя Сила Или Нет Бог Точно Знает И Потому Что Он Сотворил Тебя Он Творец Ты Живешь Потому Что Он В тебе И Он В Ишивля Адам Капало Он Человеку Вернет Как Его Действо То То Как Ты Относишься К Другим Людям Здесь Опять же Закон Кармы Значит Это Когда Был Какой Не помню Кто Это Был Кто Священник По Моему Я Отслышал Что Это Был Христианцы Священник И Он Говорил Вначале Пришли За Евреями Не Вначале Пришли За Коммунистами Фашисты Все Молчали Я Жне Коммунист Потом Пришли За Евреями Все Пришли А Потом Придут За тобой То Когда Человек Молчит И Видит Зло Которое Вокруг Него Происходит И Не Вмешивается То В итоге Для Того Чтобы Зло Восторжествовало Хорошим Людям Достаточно Просто Молчать И Не Вмешиваться И Зло Оно Может Быть Малочисленное Оно Может Быть Прям 1-2 Процента Злодеев Могут Захватить Всю Страну Потому Что Хорошие Добрые Люди Сказали Моя хата С краю Никого Не Зная И Всевышний Вернет Всем Кеполу Этим Объясняется Отрывком Помните Есть такая История Как Правитель Города Шхем Шхем Бен Хамор Он Украл И Изнасиловал Дину И потом Пришли Братья Шимон и Леви Пришли в город Шхем И вырезали Всех Мужчин Которые Там Были И Отомстили За сестру И много Задают Вопросов Почему На каком Основании Они Вырезали Он Изнасиловал Да Но остальные Что Вот это Как раз Здесь Вот такой Момент Что остальные Не просто Не воспрепятствовали Они поддержали Сказали Молодец Правильно Сделал И все Теперь Если ты Поддерживаешь Злодеев В момент Когда ты Мог Их Остановить То ты Становишься Соучастником Преступления И Всевышний Знает Была у тебя Сила Остановить Или Не Была Сила Остановить Потому Что Жители Шхема Безусловно Могли Остановить Этого Этого Ну Преступника Хотя Он был Сын Мэра Города Но Но Они Могли Остановить Хорошо Теперь Дальше Дальше Вот такой Вот Есть Тут Отрывок Есть Еще Отрывок Такой Семь Знаете Это Очень Известный Отрывок В Торе Это Шестнадцатый Отрывок В 24 Главе Семь Так Шестнадцатый Отрывок Мы Смотрим Кишева Иполь Садик Семь Раз Упадет Праведник В Акам И он Встанет То есть Праведник Когда падает 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 Он Все равно Потом Встает В Акам Уришаим И кашлу Бра А злодеи Они Спотнутся На своем Зле И злодеи Не встанут Некоторые Даже Этот Отрывок Они Трактуют Так Что Именно Чтобы Стать Праведником Надо Семь Раз Упасть И встать То есть Только Тот Кто Падает И Находит Силы Встать У него Потом Есть Сила Сила Вставать Сила Идти Ко Всевышнему Это Человек Который Все время Сидит На стуле Нету Сил Нету Сил Встал Один Раз Не Не Я не могу Ходить Все И сел Опять И он Сидит У него Все Атрофировалось Он уже Больше Не может Встать Второй Ему Тяжело Он Встал Упал Он Опять Встал Упал Встал 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 Семь Дальше Может И ходить И подниматься Дальше Очень Известный Отрывок Такой Теперь Вот тут Вот есть Отрывок Который Очень Очень Такой Неоднозначный То есть Его понять В лоб Очень тяжело Но он Очень полезный В жизни Смотрите Это Отрывок Семнадцатый Значит Звучит он Так Когда Упадет Твой враг Альтисмах Бетишало Альтисмах Значит Когда Упадет Твой враг Враг Не радуйся Как так Когда Упадет Твой враг Не радуйся И Когда Он Споткнется Не Ликуй Пусть Не ликует Твое сердце Есть Радость Такая Прям Радость А Ликование Это Когда Что-то Вдруг Случилось Это Вау Вот Это Ликование Значит Когда Твой Враг Падает Не Радуйся Когда Он Споткнулся Пусть Не ликует Твое сердце Почему 18 отрывок объясняет Может быть увидит Бог И будет это плохо в его глазах То что ты радуешься Не написано точно Написано может быть увидит Бог И будет это плохо в твоих глазах И он с него уберет свой гнев Значит здесь нам объясняется В принципе механизм Механизм падения Помните было мы учили В одной из глав что Перед крушением вознесения Перед крушением вознесения И перед позором Значит Высокомерие Вот например какой то человек Который Назовем его ваш враг Он вас обидел Он кого то обидел Он обидел другого человека Высокомерно Он что то ему сказал И так далее Теперь и после этого Он переходит Садится в свою машину И значит И тут в него въезжает мусоровоз И тот кому некрасиво сказал Что то обидел его Начинает радоваться Ага вот так тебе надо Значит вот это вот Вот видишь вот так Все возвращается И он радуется Насмехается все А того увозят в это время в больницу У него две ноги переломаны Да И значит Всевышний смотрит на это И говорит Слушай а что ты такой жестокий Да Почему ты такой Значит Такой ты прям Может ты злодей прямо Да Что ты Да действительно Он сделал тебе зло Да действительно Он получил отдачу Да Но надо ли здесь Проявлять вот такую радость И радоваться Чтобы там Я помню Один человек Один человек Он Значит Писал Я читал это письмо Да Один человек писал Вот Я там обращался за помощью Они меня успокаивают Они мне там кто-то говорят А мне помощь нужна Хотел бы я чтобы их дети Так же мучались И он прямо Прямо проклинает тех людей Которые Которые Ему Как я Ему сказал Что Но каждый пытается помочь Как он может И если они тебя успокаивали Утешали И давали тебе какие-то советы Возможно это они считали Что они реально тебе помогают А то как ты хотел Чтобы они тебе помогли Они не могли тебе помочь Но Нельзя же так Прямо То есть Та мера Та мера ненависти И жесткости Которую он проявлял К тем людям Которые ему просто Не помогли Так как он видел Эту помощь А это было Ну явное несоответствие Между Между Тем как должен себя вести Например добрый хороший человек По отношению к другим людям И Здесь нам Всевышний говорит Что если ты Будешь радоваться Тому что происходит Даже он твой враг Да Да Но Весь вопрос В том Кто ты Какой ты И то Как ты выражаешь себя По отношению К другим людям Это как раз И является Причиной Того Что Всевышний Будет делать тебе И это очень Очень такая вещь Которую Если понаблюдать Видно Вот живет какой-то человек Вот ему там Не везет У него какие-то проблемы А ты посмотришь Он людей ненавидит часто Он просто конкретно Ненавидит людей И радуется Просто смотрит Там у кого-то несчастье Он радуется их несчастьем Он это самое И у него в жизни не получается И он говорит А почему у меня не получается Ну как Я же Ну почему За что не возьмусь Не получается Именно по той причине Как ты относишься К другим людям И здесь это В крайней форме Нам дается Вот такая вот Такой вот совет Да психологический Что даже он твой враг И даже Всевышний Сделал так Что он Начал падать У него все плохо Но вопрос к тебе Ты жестокий Ты Завистливый Ты Там Ну и так далее То есть В этот момент Лучше сдержаться И сказать что Значит Всевышний Я тебе доверяю Все что надо Ты делаешь Все Значит Дай Бог Чтобы всем хорошим Добрым Людям было хорошо И когда ты так говоришь Дай Бог Чтобы всем хорошим Добрым людям Было хорошо Ты сам включаешься В их число А когда ты говоришь Что Все Все вокруг А я Д'Артанян То это ошибка Не все вокруг Не очень Понятно Да Хорошо друзья Все Удачи Успехов всем Чтобы было Значит Илуни Шама Поднятие души Самуэль Саня Сын Даниэля Сын Даниэля Сын Мани Так я их знал В детстве Чтобы у него душа поднялась Молодой человек Практически Да Прямо сгорел От Плохой болезни Этой Которая бывает В общем Друзья Надо помнить Что Очень Нужно Чтобы мы тоже Были добрые Все Удачи Всем и успехов Хорошего дня И до завтра Завтра в 10 утра Встречаемся С Божьей помощью Всем счастливо